Сергей Фаер Траблшутинг Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны Введение Оружие траблшутера В последнее время модным стало слово траблшутер В воображаемом интервью, приведенном далее, мы соберем разрозненные кусочки пазла и постараемся понять, что же это такое и как это связано со мной Кто это такой? Английское слово «траблшутер» переводится как «отстреливающий проблемы» Это человек, который сделал своей профессией решение чужих неразрешимых задач Он берется за проблему любой сложности, причем готов справиться с ней относительно быстро, а еще это универсал Он работает в любых областях Разве можно быть экспертом во всех областях? Для решения задачи это не обязательно Обязательно преуспеть в анализе проблемных ситуаций и мастерски владеть методами формулирования и урегулирования противоречий А также уметь модерировать процесс принятия коллективных решений Какие задачи он решает? Абсолютно разные Но их объединяет одно Заказчик с ними не справился То есть это неразрешимые, тупиковые, сложные задачи из любых областей Как стать траблшутером? Обычно в эту область идут те, кому удавалось прекрасно решать проблему в своей компании Постепенно человеку делается тесно в этих рамках и он вырастает в суперспециалистов в своей узкой сфере деятельности Эдакий гениальный финансист, сверхспособный юрист или высококлассный изобретатель Далее он может выйти за пределы своей специфической сферы деятельности и в таком случае становится универсалом тем, кто умеет решать любые задачи, не только в своей сфере И вот это уже близко к траблшутингу Сколько задач нужно решить, чтобы назвать себя траблшутером? Точной цифры нет, но она большая Необходимо накопить критическую массу решений неразрешимых задач и в какой-то момент количество перерастает в качество Важно, что позиционируя себя как траблшутера человек будто подписывает устный договор обязуясь справиться с любой задачей Это серьезная ответственность Есть много специалистов, которые решают сложные задачи но не называют себя так Если не получилось, к ним нет никаких претензий А вот если назвался, назад дороги нет обязан решить задачу, даже в цейтноте Значит, потребуется много времени? Конечно, ведь это огромная ответственность и вызовы Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужны годы Человек сначала учится на своих задачах и ошибках а потом берется за чужие Чужие задачи он сначала пытается решить в спокойном режиме когда есть пара месяцев на то, чтобы погрузиться в ситуацию и тщательно ее проанализировать А затем учится работать в цейтноте решать задачи очень быстро, за 4-5 часов Вот это уже специалист высокого уровня Траблшутеру всегда нужно решать задачи за короткий срок Не всегда, но довольно часто И к этому нужно быть готовым Поэтому в том числе и нужна практика, чтобы выковать характер Представьте себе типовую для меня ситуацию Корпорация собрала в Москве топ-менеджеров со всей страны Их совокупная зарплата за один день равнозначно стоимости квартиры в Москве И поставила перед ними, например, такую задачу Подготовлена бонусная премиальная система для корпорации В разработке принимала участие вся большая тройка Крупнейшие консалтинговые компании McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company Хотим напоследок проконсультироваться с вами Сможете предложить какие-либо улучшения? Итак, у нас есть 4 часа, чтобы решить эту задачу Люди приехали И попробуйте теперь не решить Такого не должно быть Понимаете, какая ответственность и какая стрессовая нагрузка? Поэтому траблшутер должен идти к своему званию десятилетиями Чтобы в сложной ситуации не растеряться И не пасть духом, а спокойно справиться с любой проблемой А потом вся жизнь превращается в постоянный личностный рост Каждая новая тупиковая задача ведет к развитию Вас зовут только в безвыходных ситуациях Потушить пожар приглашают часто, но не всегда По моим наблюдениям, большинство проблем, угрожающих в фирме с серьезным падением Или полным крахом, относятся к области пиара И они цитнотные, требуют незамедлительных действий И их последствия быстро проявляются Например, недавно был скандал Авиакомпания вышвырнула пассажира Азиата из самолета Чтобы провести своих сотрудников Видео попало в социальные сети и мгновенно набрало миллионы просмотров Это был удар по репутации компании Стоимость ее упала на миллиард долларов Часто такие задачи не решаются вовсе Или решаются некрасиво Богаты подобными пиар-задачами выборные компании Там ощущение тушения пожара не покидает вас постоянно А вот в бизнесе из сотен консультаций только 3-5 касали случаев, когда все пропало Большинство же консультаций были такими Фирма работает, но есть боль Что-то не получается, там противоречие, здесь тупик Эта боль приносит фирме сложности Финансовые убытки, репутационные проблемы, организационные трудности Часто противоречия не решаются годами Я помогаю устранить противоречия И фирма вздыхает с облегчением и выходит на новые рубежи Можете привести пример не экстренной задачи? Да, в этом случае речь уже идет не о 4-х часах А о более длительном формате консультации Типовой пример – строительная компания Мы столкнулись со следующими проблемами Как сократить непроизводительную работу дорогой техники? До 70% времени простое И использование техники подрядчиками не по назначению Как узнать моментальную выработку по каждому направлению работ? От этого зависит, идем по графику или отстаем Хватит ли материалов или срочно надо их докупать Достаточно ли рабочих, планирование строительной техники и так далее Нерадивое отношение к материалу заказчика со стороны подрядчика На стройке сохраняется несколько версий чертежей с ошибками Бригадиры не уничтожают старые чертежи и не берут новые Отсюда брак переделки Несвоевременный заказ техники и материалов Как следствие – срывы сроков Выявили порядка 40 подобных микропроблем Приносящих такие макропотери Как воровство материалов Спад производительности Лишние человека часы Дорогая техника работает с эффективностью 30% Жуть! Посмотрите, какие это ставит перед нами задачи Организационные, процессинговые, юридические, психологические Так и бывает в реальности Нет задач из одной области Все смешано и все нужно решить Все задачи решили До консультации с тройкой руководили 15 человек от застройщика После консультации справляются трое Время сооружения одного дома уменьшилось с двух лет до полугода И значительно упала себестоимость строительства Что позже помогло выиграть на падающем рынке жилья в 2016 году А с другой стороны, можно было бы и не решать эти задачи Стройка бы не развалилась до какого-то момента Получается, бизнес часто ставит важные задачи Но не такие, от которых зависит существование бизнеса в целом Вы сказали, что не нужно быть экспертом в области, в которой возникла задача Но ведь каждая отрасль имеет свою специфику, свои подводные камни Да, но мне как решателю не важно, из какой отрасли пришел запрос Я универсал, умею работать с любыми задачами Во-первых, я научился быстро разбираться в ключевых нюансах проблемы Во-вторых, сейчас, перед консультацией, вместо того, чтобы самому читать горы литературы Я приглашаю экспертов, которые глубоко разбираются в данной теме Как правило, такие эксперты есть в самой компании, меня пригласившей И, скорее всего, до меня они уже пробовали решить проблему, но не смогли Итак, что я делаю? Во время консультации я правильно ставлю задачу себе и экспертам заказчика Описываю и анализирую ситуацию Не позволяю пропустить сильные идеи Я должен, используя свой опыт, настроить экспертов так, чтобы они сами сформулировали и решили правильные задачи Участники решают задачу, а я их направляю, используя черновые заготовки Я не позволяю им уйти в сторону, отклониться от правильных формулировок задач, от выявленных ресурсов Участники стопроцентно в теме, но вырваться на новое понимание проблемы Увидеть неожиданные идеи им мешают стереотипы, шаблоны, страхи, инерции мышления Через два часа такого модерирования, решения задачи, я сам становлюсь экспертом в данной области Субтитры создавал DimaTorzok